ТВР-24 ТВР-24 Мы как-то все сотрудничаем совершенно в разных областях, но уж точно думаем друг о друге. Во всяком случае, я всегда думаю про Родонежье, а как у них процессы идут, как у вас идут процессы, как вы там взаимодействуете с публикой. И поэтому, конечно, я был очень рад, когда вы год назад, собственно, вы были инициатором этого проекта. Вы были инициатором этого проекта, то есть телекомпания «Родания ШТВР-24», как вы сейчас говорите. И вот у нас все получается. Я это вижу из реакции публики. Я действительно понял, что некоторые части публики, которой очень много, действительно это нравится. То есть нравится смотреть это в эфире, потому что, видимо, какая-то дополнительная творческая энергетика канала, энергия канала, ну, вас, журналистов, операторов, вы же тоже вносите какой-то свой шарм, как-то это представляете, как-то оформляете. То есть это все вносит в копилку дополнительные эмоции, что делает это, с одной стороны, интересно, привлекает, но, с другой стороны, не культ массового, а все-таки выполняет такие просветительские функции. Да, Саша, я обратила внимание, что, представляя творчество культурно-просветительского центра «Дубраво», не используете термин «культмассовое мероприятие» и вообще «массовая культура». Вы себя относите к нишевой. Собственно, хотела бы немножко к этому делу приобщиться, потому что мы телеканал «Родания ШТВР» тоже считаем телеканалом «Нишевым», направленным именно на аудиторию Сергея Посада, то есть интересным для жителя этого города, который знает что-то уже об этом городе и хочет знать больше, в том числе и о культуре, которая у нас есть. Я сейчас скажу, Таня, здесь очень просто. Тема «культмассовая культура», «культмассовая культура», «культмассовая культура», правильно назовем, она такая очень широкая, но, в принципе, там очень простой. Внутри все на самом деле на сегодняшний момент в большей степени является массовой культурой. И причина эта в том, что мы жили в определенном общественном устройстве. То есть вот в этом вот строе, который называется либеральный капитализм, то есть массовая культура – это элемент этого строя, это обязательно условия. Появился средний класс, появилась массовая культура. И, в общем, для того, чтобы быть успешным по этим правилам игры, все должны быть частью массовой культуры. Поэтому все должно войти в эту массовую культуру. С одной стороны, с другой стороны, даже внутри массовой культуры есть возможность остаться чему-то по-настоящему ценное. Хотя сам принцип формирования культуры все упрощает. То есть нужно, законы же маркетинга работают, да? То есть, значит, мы подстраиваемся под публику. Мы об этом просто очень хорошо знаем в культурно-психическом центре Дубрава, да? Просто мы обязаны об этом знать, в том числе об этих тенденциях. И именно поэтому формируются наши программы, наш подход, и в том числе пул наших артистов, которые здесь работают. Вот, и раз уж ты задала вопрос, кто эти артисты, вот сейчас как раз самое время о них напомнить. Ну, например, вот Аркадий Шелклопер. Аркадий Шелклопер нам в последнее время очень везет. Вот те проблемы, которые возникают в Европе, дают возможность многим нашим артистам, которые были сильно востребованы в Европе, возвращаться в Россию, на родину. И тут Дубрава сразу ушки на макушке. Вот так, например, было с Аркадием Шелклопером. Он и в России-то востребован, его можно увидеть и в концерте там с симфоническим оркестром в заряде, например, где он исполняет обработку там музыки ЕС. С другой стороны, его можно увидеть в дуэте там с Денисом Мацуевым, где там Мацуев вместе с Шелклопером исполняет какие-то его обработки уже такой более джазовой музыки, инструментальной. И, а вообще, это единственный исполнитель, назовем так, джазовой валторной в России. Я даже не знаю, кто в мире вообще играет на валторне с такой квалификацией. А по поводу альпийского рога, это такой длинный вот инструмент, их вообще в мире трое. Ну и плюс огромное количество других всяких разных духовых и медных инструментов у него находится. Это музыкант с богатейшей вообще историей, с богатейшей историей. Сейчас он наш артист, и вот четыре концерта в год мы с ним делаем. Он играет один, он играет дуэти с Севшином, он играет там с Сырьмой трио, то есть у нас есть совместный проект. До того, как он появился в Дубраве, концертов Шелкопера в Сергиево-Посаде не было никогда. Они были где угодно, они были в Европе, в Германии, в Англии, в Швейцарии, в Заряде, в каких-то крупных городах страны, но в Сергиево-Посаде его не было никогда. Сейчас он у нас четыре раза был, сейчас он наш артист. То есть он наш Сергиево-Посадский артист. А, Саша, говоря, наш артист, то есть он работает в культурно-просветительском центре Дубрава, как и другие артисты, которых мы видим у вас на концертах. Да, разумеется, то есть это действительно наш артист. Но я еще об этом говорил тебе же, по-моему, когда мы обсуждали последний фестиваль Дубрава Музыка. То есть 16 концертов, которые мы провели, созданы силами наших артистов. То есть это люди либо живут в этом городе, либо они здесь работают. Идем дальше? Да, давайте. Да, ну Алексей Алексеевич Кузнецов. Что о нем еще можно сказать? Это гитара, которая играет в 17 мгновениях весны. То есть это музыкант, который прошел через основные государственные оркестры, ну оркестр кинематографии. То есть вся гитара в советском кинематографе – это Алексей Кузнецов. С одной стороны. С другой стороны – это одна из икон советского джаза. Одна из икон советского джаза. Он наш артист. Мы дружим с Алексеем Алексеевичем. Он как бы отвечает за узкое джазовое направление. Если Аркадий Шеклопер – это все-таки музыкант, его трудно назвать джазовым. Это все-таки музыкант такой мультикультурный. Мультикультурный, и по своей основе он все-таки больше музыкант академический. То есть он больше любит играть по нотам, скажем так. А Алексей Алексеевич – это, безусловно, джаз-джаз, как мы называем. Алексей Алексеевич не просто здесь работает, но и еще привозит к нам плеяду самых успешных, самых перспективных джазовых гитаристов Москвы. То есть вот даже на концерте, который мы с вами увидим в рамках телевизионного фестиваля, мы увидим его бенефис к 80-летию. Мы в этом году отметили 80-летие, где выступает вместе с ним два его ученика. То есть Алексей Алексеевич оставляет за собой хорошую такую команду, которая это дело будет продолжать многие-многие годы. Вот тоже по поводу Алексея Алексеевича. Он был у нас с Сергеем Посаде, наверное, в далекие нулевые, на фестивале, который когда-то сделал Сергей Персианов, и все. А у нас он регулярный артист, и всегда его можно видеть. Новое имя, которое появится и в телевизионном фестивале, и концерты у вас начались этого солиста недавно, это Антон, по-моему, Ярославский. Да. Антон Ярославский. Это джазовое исполнение. Антон Ярославский – это исключительно такая русская история. В России появление самородка – это нормально. Русский народ непобедим, потому что его, конечно, нужно образовывать, безусловно, но даже если его не образовывать, то все равно земля русская даст какого-то самородка. Вот таким, собственно, является и Антон Ярославский. Вот мы говорим про синергию. Иногда вот эта синергия, объединение соотворчества происходит благодаря нашим усилиям, когда мы этого хотим, мы об этом думаем, мы друг друга знаем. А иногда происходит в прямом смысле по воле промысла. Ну, судьбы, как хотите это называйте. Антон Ярославский – молодой еще человек, который появился совершенно случайно в нашем поле зрения и первый свой джазовый концерт исполнил в Дубраве в рамках летнего фестиваля. Это был первый его концерт. Это даже не джаз, это американская популярная музыка. Фрэнк Синатра. И это было настолько удивительно, удивительно самим фактом того, что это редкий жанр. То есть подобный, он немножко не наш, немножко не, все-таки мы привыкли там к обзону, вот к такого формата музыкантам. Поэтому у нас в принципе в стране за всю историю таких артистов были единицы на пальцах одной руки. И вот вдруг он появляется, и он настолько в жанре, настолько в интонации, в широком смысле этого слова, то есть не в узких интонационных, а в широком смысле слова, и так у него хорошо с языком, и так он хоризматично, артистично создает этот образ, что мы сразу предложили ему абонемент, как начало его будущего творческого пути. Вот он еще не наш артист, он еще внешний, да? Но я надеюсь, я уверен, что Антон будет много теперь учиться, то есть делать это в своей профессии, и возможно потом станет артистом. Если мы с вами уже делали совместные музыкальные проекты, в этот Новый год мы добавляем к ним еще цикл музыкальных просветительских лекций. Историк Олег Устинов рассказывает о композиторах разных эпох, разных народов. Александр, ты аккомпанируешь, да? У нас это пойдет впервые. Для аудитории я скажу, что в 19 часов каждый день в новогодние праздники будет начинаться концерт, а в 21 час это уже лекция музыкальная. И для нас это новое, для вас это уже привычное. Как у вас родился этот жанр, и насколько он тоже интересен? Мне очень нравится этот формат, он возник буквально спонтанно. Вот спонтанно он возник, но теперь понятно, что этот формат навсегда. Значит, это, с одной стороны, это лекция. С другой стороны, это концерт лекции, потому что я иллюстрирую. Я стараюсь не выходить на первый план, все равно оставляя Олега впереди, как хедлайнер, как бы сейчас назвали. Но все равно это концерт лекция. А многие люди нашей публики, многие представители нашей публики уже называют это спектаклями. Я так аккуратно говорю, ну подожди, Олег, давай, пусть это пока будет лекция, концерт. Нет, они говорят, это спектакль. Мы уже очень много сделали этого материала, и действительно, этот формат уникальный. Ну, есть, там, Михаил Семенович Казиник, это одна история, там, есть там, Варгафикс, это другая история. Действительно, Дубрава создала, и мы, главное, сделали очень много этих программ, уже больше 20. Вот вы увидите 8, и они, собственно, посвящены, ну, как бы, всей плеяде самых выдающихся музыкантов. Вот, классиков, от Баха, кончая там советским пианистом песником, мне очень понравилась лекция про Пахмутова. Я для себя сам открываю удивительные вещи. Взгляд историка на проблему, вот, композитор, его биография, его творчество, он совершенно иной, чем узкий взгляд музыканта. Вот сейчас мы делаем концерт о Сверидове, вот, вот, сегодня буквально мы, он не войдет в наш фестиваль, но, может быть, войдет в следующий. И даже такая тема Сверидова, в общем, понятно изучена, для меня была настолько интересна. Так что я, вот, предлагаю людям, вот это точно не культ массы. Вот это точно, вот, просветительский проект, причем правильный, который нас относит к настоящим ценностям, которых мы уже забываем. Александр, хочу в конце нашего разговора небольшое, не знаю, напутствие на будущий год от Дубравы, от музыкантов нашей аудитории. У меня напутствие, Таня, всегда создано уже давным-давно. Слушайте больше хорошей музыки и будьте счастливы. Потому что, ну, как-нибудь нам надо говорить вообще о том, что такое музыка. Ведь у нас даже само понятие, ну, искусство, искусство. Ну, одно из искусств. Нет, далеко не одно из искусств. Если музыка вот очищена от тех проблем, которые связаны с массовой культурой, то в музыке есть совершенно сильнейший, мощнейший инструмент, который человек успокоит, человек настроит на развитие и на созидание, что особенно важно сейчас. Звучит музыка.